Запись пошла почему я долго сомневался надо ли это почему я должен один на всей планете это знать вот наверное потому что многие многие знания это многие печали нечто подобное многие знания это многие печали не сделал ли я хуже вот а вторая поговорка которая приходит на ум знаете какая не мир не так прост не он еще проще и вы в этом сейчас убедитесь ну поехали вы уже наверное прочли вот этот длинный заголовок о пустяках я бы говорить не стал вот вот это вот к чему мы придем в конце история повторяется циклично ну поехали античный мир вот если бы вы это же не я с подборку делал это стандартная подборка набрал помните как в интернете набираешь фото гермафродита человека фото гермафродита человека ну так набралось вот одна фотография вот они занимали особое место в древнем мире вот эти самые гермафродиты их было значительно больше значительно больше вот они создали науку в какой-то степени в общем мир делился на сильных и умных ну еще на назовем их поэтами так они создали музыку создали стихи создали танцы вот много что это они мы я себя отношу к чистым мужчинам поэтому я всего лишь хочу немножко реабилитировать попутно все эти бесконечные меньшинства пойдем дальше вот мне вот этот фильм подбирался сам по себе прочитали грустно даже комментировать не хочу сейчас дальше будет интереснее надеюсь вы не отключите сейчас не выкрестит фильм смотрели полюбовались и прочитаем то что ниже так которая родит здоровых детей на данный момент пробуйте сами определить о что-то знакомое напоминает очень многих мужиков небритых вот так вот это наш современник Петя Контропов это я в шутку так называю Петя Контропов когда-то у него тоже был предок или нет не предок родственник вот вот пожалуйста потомок смотрите похоже далеко ушли смотрим дальше внимание подходим к открытию мировому вот это вот барельеф не я нарисовал видели внимательно посмотрели читаем внимание ясно вот это было вот подвернулся мне вот эта фотография очень даже характерная большие различия нет как вы думаете идем дальше история развивается давайте смотреть на мальчика на девочек посмотрели полюбовались это с натуры все рисовали идем дальше начались опыты по взаимному обмену хромосомами потом что получалось и более слабым и более сильным как повезет ну это то что уже подарили естественно отбор пошел я подобрал характерное характерную скульптуру более слабое более сильное внимание произошло разделение на два пола сохранением сохранением гена и возможной однополости при гибели партнера было такое еще вернемся вот убедительно мы можем и так можем это можем сверху можем снизу можем сзади можем спереду извините за такое циничное ну вот теперь смотрим наконец они разделились и наконец читаем разделение обязанностей охота и вынашивание плода разделение это окончательное разделение полох на мужчину и женщину здорово играют актеры да вот так кому рожать кому защищать вот моя фраза дальше я смотрю на всех кого меня окружает я всегда пытался из них вышлинить кто то есть вождь сегодня это может быть директор завода президент и дальше идет мой класс которому я принадлежу а дальше и я к этому принадлежу я всю жизнь пахал вот и все делал своими руками ну вот рабом я когда не был но у нас очень высокий процент рабов иначе бы сейчас бы вы самые богатые не оказали бы самыми нищими вот пожалуйста эта картинка иллюстрирует повторяю вожди все работники пахарь и рабы внимание что было дальше к сожалению разделение общества на классы приводило к полной изоляции ослабление верхних слоев так просто добавляем еще близкородственные связи затем воины революции на смену природным вождям те кто своими мозгами и мышцами заработал право командовать власти приходили война революция рабы с подлой рабской психологией глуп Ad Stephen Горько, но это так идём дальше наконец вот он средний класс называется современная Homo да вот полюбовались и я не заставлял этого актёра Вылазить в интернет Вот с этой картинкой Чего он там рекламирует Вот это страшнее Это еще ладно Жизнь заставит Живот уберет На турнике накачается Винтовку и вперед А этот уже никогда У него нет мышц И никогда не будет Вот Но к сожалению к огромному К моему огромному И надеюсь всей планеты Вот эти люди Стали образцами Он же не просто Снял рубашку и показывает Свою эту худую грудь Худосочную Он является образцом Он на подиуме Вот И наконец Делаем первые выводы Происходит подросток Однополости Гермо Однополости Гермо Афродитизм Ну даже Пусть даже Ладно Не буду пока уточнять Европа погибнет первой Можете не сомневаться Вот там Это самое Процент гермо Настолько высок Что они стали Сделали Ну ладно Короче Причина Рассвет демократии Навязанное мальчиком Комфортное Девичье физическое Воспитание А значит Невозможность Вырастить Настоящих Мужчин Это возможно Только при жестком Авторитарном Режиме Я не о политике Я о здравом смысле Пример Системы Из моего детства В школе Наш Всех учеников Выстраивали Колонну Длинную И почти силой Пихали в рот Ложку С противным Рыбьим жиром Вот Вспоминайте А старики Ветераны И все Свободные Только на улице С играми Всего дня Так вопроса Сама Почти Суточная Поза Почти суточная Вызывающая Перегрев Яичек У мальчиков Компьютер Уроки Школа Сон Висподнем Тесное Белье Круглые Сутки Это Медленная Деградация Потенциально Сильных Ребят Слабые По мере Роста А слабых Болезненно И голубые Родители Этого Не знают А наука Не знает Или плевать На все Хотела У нее Свои заботы Так Идем дальше Ну вот тут Мне жизнь Подсунула Именно этот Снимочек Я его взял Вставил И прокомментировал Внимание Вот смотрим На этих девочек И читаем Красивое Девочки Как вы не Приукрашиваете Себя Не рожать вам Уже здоровых Детей Ни от кого Ни от кого Даже от спортсменов Вспомните Спортсмены Вспомните Стероиды Вспомните Наркотики Вот Спортсмены Это Дряхлость В среднем возрасте И инвалидность Надо ли всем Взрослым и детям Или только избранным Знать Что Дарвин И это В целом Это частное Проявление Только лишь Изменчивости Видов Но не Появления Про появление У меня Своя теория У меня Своя мировое Открытие Вот Нарвежская премия Уже Сколько С 14-го года Плачет И как Не доплачет Дальше Я просто Пользуюсь случаем От этого Многое Зависит Где бы вы Вот сейчас Посмотрите Пол Это На улице Почву Посмотрите Пол под собой Она вот так Вот Пронизывает Излучение Вертикально Оно вертикальное Везде И везде Оно разное Поэтому Я вынужден Был вставить Просто Чтобы напомнить Что гепатогенные Зоны Это шрамы Почве Вот Ну надо было Написать точнее Разломы В земной коре А это Образное выражение Шрамы Почве Болезнь Или смертельное Всего живому И особенно Людям Тупость И преступление Науки Чиновников Не видеть И не замечать Миллионы смертей На дорогах Это пересечения Гепатогенных зон И в собственных Постелях И все таки Смотрите Если человек Занимается собой Здоровый образ жизни Физическая нагрузка Спорт Или там Хотя бы Зарядка То есть Он Это Ему трудней Его трудней Угробить В гепатогенной зоне Повторяю Такого человека В гепатогенной зоне Трудней угробить Еще Алкоголь Вырабатывается Самим организмом Желудок И кишечник Это самогонный аппарат Из-за бесконечных стрессов Самогонный аппарат Правда Вырабатывается Алкоголь Организмом Это Никто практически Не знает Из-за бесконечных стрессов Современной жизни Тяжелой работы Неустроенности И увы Вовлечения Молодежи Кто за Клинским Его Природного алкоголя Не хватает Вот так вот Это еще одна причина Когда Вот он Мужчина Вот он Начал пить И он превратился В Говорить не хочу В животное А нет Животное Обидится Не о нем животное В скотину Так С раннего детства Только Это четвертый пункт С раннего детства Только при жизни В природе Физической нагрузке Свободной одежде Свободной Развиваются Мужские железы И в целом Полоорганы Мальчиков А значит Ум, сила И здоровое Потомство Вот Школа Уже гробит Детей Самое страшное Казалось бы Это Минпросы Это Академия наук И Создали Систему По уничтожению Мальчиков И превращение Даже не в девочек В ОНО Это тоже Я нашел В интернете Просто попалось Под руку Думаю Дай Возьму Да Сфотографирую Даже Скомментировать Не хочу Жировой пояс У женщин И девочек Это страховка От переохлаждения И травм Самими И плода И современное Общество По тупости Самих Учителей И безграмотности Калечит Соплюшек Модами И дебильной Одеждой Вот Вот Смотрите Это опять Я набрал Подиум Худые девушки А на подиуме Толстые встречаются Одна на сотне Вы представляете До чего Их довели Я всегда Друзья мои Я когда смотрел По телевизору Сейчас показывают Там Ну отрывочки Какая тоскливая Это прямо Такое впечатление Что они все Они идут Да Они не улыбаются У них все Как на похоронах Они все голодные Это проклятие Это несчастье Это язва Они Им надо Сразу До 30 И сразу На пенсию отправлять А еще лучше На инвалидность Какие здоровые дети И это все Нам преподносят А Помните Там пятеро девушек Я написал Какая из них Готова родить детей Ну так что Посередине Потолще Извините За урганность Это что Вам ребенка Родить здорово Вот это вот Показывает Всему миру Всей стране Да никакой По всей стране Миру всему Вплоть до Китая Японии И это самое И Бразилии Это всему миру Вы представляете Вот это вот Создание Это Эти Парень И болезнь На самом деле Девушка Пусть и идеал Голубого кутерья Вы поняли Почему они Таких выпускают Идеал Голубого кутерья Но рядят Детей себе На горе И на этом Их рот По половому Бессилию Даже лучше Если прекратится И слава богу В случае Сильных Проднокатаклизмов Массовая гибель В первую очередь Ожидает Европейское Население Стран С беспомощным Общественным Планктоном И постепенной Замена На другие Расы Такое Постепенное Шестое Годами Пустуют Детские Площадки Грабление Детей Намеренное Или От тупости Намеренное Вряд ли Тупость Родителей Тупость Учителей Тупость Академиков Вот эта Площадка Я сколько раз Вебинарах Показывал Раза четыре Она Пустует Годами Я даже Показывал Что вечером Делал фотографии Ни одного Следа Детского То есть Я не болтун А я Железов Бессилие Могу вырастить Здоровье Только несколько Детей Из миллионов Помогайте Верните Детей На заброшенные Дачи В парке И сады Заброшенных Дач Миллионы Деревень Опустевших Сотни Десятки Тысяч Это как минимум А это я не болтун Я до сих пор Купаюсь Вот Потому что Я мужчина И вот это Говоря про Этих самых Герма Афрадитов А это наши Предки Наши Да Я просто Попутно Хочу реабилитировать Все эти Несчастные Меньшинства Которые Из-за этой Тупой Дебильное Воспитание Станут Большинством А значит Ни на что Негодным Потому что Мужчина Должен быть Мужчиной И у него Должны быть Мужские Гормоны Мужские Железы Срама С первого Дня Появления Лучше бы Еще Получше бы Изучали Этого самого Господи Ой Память Сейчас Так Вот Это надо Значит Что я Хорошо Успеваю Что-то Вам Рассказать Афрейда Афрейда Инстинкт Самосохранения Инстинкт Голода Это Сексуальность Она Рождается Вместе Детишками А потом Потом Чтобы не быть Болтуном Я просто Покажу Вам Несколько Фотографий Вот Температура Воды Плюс Шесть Сейчас Парни Невозможно Из Ледяной Воды Вытащить Буквально За Три Года Ему Сейчас Восемь А еще Надо Учить Детей Пока Элементарному Но Уже Законы Природы Надо Знать Уже Надо Знать Вот С этого Возраста И Драться Надо Чтобы Умел Потому Что Был Момент Когда В садике Нашелся Парень Сильнее Его А я Своего Учил Никогда Не Делись По Пустякам И Был Момент Когда Он Чуть И не стал Этим Самым Комплекс Не заработал Что И Убьют Это Походы Это Как Надо Беречь Природу В то же время Пользоваться Ее Такими Возможностями Это Это Он Учитель Учитель У него Будет Свой Блог Кучу Денег Трачил Чтобы Блогера Из него Вырасти Хотя Тоже Ничего Хорошего За Компьютером Сидеть Сами На 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 Больную 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 Больбу К Секцию И Вдруг Оказалось Что Спускался Боялся вы представляете сколько еще предстоит в него это самое как тренировать тренировать с огромным трудом боялся его упасть то есть а по ровному ходил хорошо первые заработки ведро наковырял 100 рублей а вот это вот в циапарке здесь я ему сказал никогда ты не будешь мучить этих самых животных посмотри какие они несчастные живут поодиночке они не могут любить они не могут размножаться это горе это несчастье лучше бы им не жить чем жить в этих самых клетках тебя в клетку поместить что с тобой будет да ты что вот это есть воспитание и это воспитание и это воспитание и это настоящая работа уже деньги зарабатывает косит я стою рядом трясусь от страха но все равно все разрешаю это и это вот я сказал защитишь персик первая зима у персика защитишь вот таким образом значит это будет твой персик а вот это самый важный момент до сих пор я говорил о физическом воспитании друзья да мы потомки дермафродитов но нам уже настоящие девочки настоящие мальчики вот но у них должно быть не какое-то такое а все равно помрем все равно сгнием вот они должны верить у нас было две веры вера в коммунизм и мы почти свято верили в это он мы знали что хоть и не будет загробной жизни но детям передадим дети будут счастливы вот что было потом нас кинули 1 кинули 2 кинули 3 все это самое и продолжает кидать тогда остается только вера в бога столько неизведанного осталось ну зачем было детям только одно преподать атеизме . больше ничего могильные черви появились из луж грязных ничего вы понимаете нам нельзя без веры вера это цемент а столько таких я уже столько вам примеру приводил что никакой дарвин не объяснил что все намного сложнее сейчас я не буду об этом говорить просто дух верит может каждый по-своему кто-то верит того бога который сидит там на облачке и каждого судят 6 миллиардов или 7 человек и умудряется за каждым проследить вот или у него чиновники ангела много это простой пример можно все гораздо сложнее загробный мир существует я вам говорю железо я-то лучше всех знаю именно я только буду дальше говорить вы отключите и скажете надо позвонить психушку вызвать эту самую карету вот и надеюсь что кто-то мне поверит а однажды все это расцветет так так расцветет что церковь сменит священников они будут грамотные они будут ученые не будут говорить как мне говорил священник нам не нужны ваши знания о загробном мире люди должны просто верить они не будут верить они верят только то что пощупать можно большинство никогда это значит это общество опять циклично опять распадется опять война 21 век донецк бомбили женщин детей на куски разрывало 21 век и те кто их бомбил они ходят так же и ходят и никто им это им только награды навешали самый главный убийца эти самые вселенским патриархом целуется самый главный президент который дал команду бомбить этот сам донецк билград разбомбили тысячи женщин детей убита 21 век вы думаете они и что-то изменилось тот тут а потом со свечкой стоит в этом сам для наверно так для виду нету у них бога в душе сколько пони там даже церкви настроили надо просто чтобы изменился мир а я все говорю когда наши уже скоро помирать когда наши придут когда наши придут неужели ждать пока вот этих воспитаю посмотрите на эти глаза вот я вот как он да мне 72 августа 2020 года не исполнится 70 я всю жизнь вот с таким выражением прожил я до сих пор удивляюсь как это так я не боюсь умереть потому что моя душа останется если уж попаду в рай так сказать классический там было я первым делом скажу лопату мне эту и тяпку я никогда не боялся работы а дальше я в эту смотрю сад райский запущенный за ним же тоже поди уход нужен я себе там место найду но это я полушутя но все на самом деле серьезнее жду когда наши придут вот он райский сад вот он посреди сибири после 40 градусных морозов возможности деревьев большие в этом детям должны передать эту новую науку которая это самый ни один академик сегодня не знает этот латинков позвонил юрий николаевич и говорит что ты константинович изучает они только тихушку как можно в академию изучать тихушку нас с латинком бросками прочими как тихушку не понимая финал гендерного воспитания возврат к однополности и гибель европейской цивилизации я вам это обещаю я вам это обещаю видели в америке это самое на коленях стояли эти самые целые взводы этих полицейских перед чернокожими видели на коленях читаем ниже вот это сами просите а скоро уже сегодня на коленях завтра извините раком грустный получил фильм снова смотрим знаете как я набрал фото гермафродитов они были их было много сейчас это замалчивается я все время думаю специально вот я сейчас вылезу в youtube вряд ли кто заблокирует просто никто внимания не обратит когда в ютубе появится этот фильм и обратят да не обратят скорее всего так и будет а вот так вот проследить что вот эти гермафродитовы посмотрите сколько это произведение искусства это мужчина женщина жену мужчины как угодно потом вспоминаем как это и до сих пор как где-то их преследует где-то даже убивает как казнили а вот это античная культура а почему она погибла сказать сейчас скажу вот вам еще вот вам еще красиво любуетесь да красиво но не жизнеспособно вот так я выражусь вот еще красиво но не жизнеспособно вот вам еще вот вам еще вот вам еще и академиков я академиков уже не считаю почему по невероятной тупости и в голову не приходит глядя на эти изображения почему погибла воспитывая в поэмах и легендах вершина древней цивилизации лада почему вот это все погибло и к чему мы опять идем помнили эти парады где а до нее садом и гамора и почему сильные варвары уничтожили умные цивилизации вообще уничтожали умные цивилизации во все века и народы вспомните Джорджени вспомните ладу и рим вспомните какой был сильный рим вот по скриптуму я отдаю себе отчет что выше изложенное неизвестное или скрываемое это правда от железного о постепенном происхождении двуполого человека от однополого и скоро назад прояснят все непростые отношения между мужчинами и женщинами и все многообразие так называемых отклонений поведений и пристрастиях полов и много лет не решался рассказать об этом нужна ли это правда широкому кругу в учебнике биологии нужна ли нам правда о самих себе или ложь кормушка для психиатров растиражированная миллиардно кратно полезнее обществу и пусть гендерность уничтожает будущих настоящих мужчин защитников ведь в генах более отсталых народов работающих физически дремлет зверь и он вырвется наружу когда не останется настоящих мужчин и станет отнимать и убивать и защитить будет некому вспомните Донецк и бомбежки кассетные бомбы и разорванные на части женщины и дети вот так благодарю за внимание